Мне ведь уже немало лет, и к поиску мужчины подхожу теперь я основательно. От прошлой жизни на душе остался след, от несчастливой, разочаровательной. И чтобы точно не попасть в просаг, а опыт этот, к сожалению, не новый, я на свидание взяла с собой рюкзак. Там список требований маленький, точнее, огромный. Сидит мой ухажер и смотрит словно кот, что не насытно ждет команды есть сметану. А я лишь думаю про свой малюсенький блокнот и тот момент, когда же я его достану. Для этого ведь нужен подобающий вопрос или как минимум найти уместную причину. Но кавалер мой предсказуем был и прост, и он спросил, какого я хочу мужчину. Но я не стала долго думать и чего-то ждать. Достала список свой я гениальный, и прямо с пятого я пункта начала читать, где про достаток, про мужской, материальный. И в общем я пошла по списку вниз, что должен быть и умным, и богатым, что должен исполнять он мой любой каприз, и в перспективе мне приобрести, конечно, хату. Про шубку указала в пункте 66, ведь этот пункт для женщин очень важный, на что ответил мне он просто жесть и обозвал меня тупой продажной. Вы знаете, мне ведь уже немало лет, рентгеновычислительно себя считаю я машиной и распустила в миг его психологический портрет, и то, какой он в жизни себя мужчина. Я помню, долго там еще махал ручищами своими резко, сильно, но напоследок все же мне вопрос задал, а женщина вообще должна, должна, конечно, быть красивой. Офигеть! Вы еще считаете, что туда ездят тупые, просто, вы слышали? Страшные тупые. Страшные тупые. Сколько слов вообще она... Привет от страшной и тупой. Офигеть! Сколько слов вообще одновременно еще и в рифму. Это жесть. Офигеть!